Мартовские иды Работа режиссера-постановщика. У меня хорошие актеры, прекрасная работящая съемочная группа. И когда все с этим складывается удачно, то и снимать легче. Хотя, конечно, снимать самого себя это непросто. Всегда хочешь добиться лучшего результата, сделать побольше дублей, когда в кадре ты, а не твои коллеги. Но в принципе, потом учишься себя укращать, понимая, что в глазах других ты будешь выглядеть просто идиотом. Мартовские иды своего рода момента моря. Помни о смерти. Древние римляне под идами понимали середину месяца. И еще в литературной исторической памяти до сих пор есть место фразе «Опасайся мартовских ид». Речь идет об убийстве Юлия Цезаря. Со времен Древнего Рима, судя по всему, нравы в политике мало изменились. Я не политик, и вы можете понять, что я совсем не склонен к компромиссу. И уж тем более, я не хотел никуда избираться. Мой отец пробовал избраться. Я смотрел на то, что происходит. Видел, что он переживает. В роли второго протагониста – Райан Гослинг. Разрешите мне сказать вам полную правду. Мне Райан Гослинг не нравится. Хорош с собой, высокий, красивый. У меня нет причин любить его. Но вот какая штука. Он умеет прикинуться умным и тонким, оставаясь при этом актером из сериала, который, к тому же, к делу и без дела, размахивает воображаемый муллет. А так, в работе он хорош. В России мартовские иды на экране появятся в феврале будущего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова